Привет всем! Вы на канале Валари Лайф. Сегодняшнее видео о наших ошибках, которые мы сделали за первый год жизни в Канаде. Я это называю ошибками, потому что если бы кто-то подсказал или если бы у меня была возможность прожить этот период заново, я бы их не повторила. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Ах да, я хотела бы обратиться к канадским долгожителям. Ребята, если вы хотите поделиться своим опытом или что-либо посоветовать или дополнить мое видео, то пожалуйста оставляйте всю информацию в комментариях. Ну а если у вас есть желание поделиться негативом, то встаньте перед камерой и выскажите свое мнение, а мы с удовольствием посмотрим ваше видео. Ну так вот, в этом видео я делюсь своим опытом и первая наша ошибка заключалась в том, что мы поселились не во многоквартирном доме и не в эмигрантском районе. Плюсы многоквартирного дома заключаются в том, что в стоимость аренды входят уже холодильник и плита, то есть они уже есть в вашей квартире. И очень часто электричество также входит в стоимость аренды. Мы сняли квартиру в квадроплексе, то есть это дом из четырех квартир, и нам нужно было купить всю бытовую технику, плюс за электричество мы платили самостоятельно. А соответственно зимой мы очень экономили. И как бы вторая оплошность, вторая ошибка, это то, что мы поселились не в эмигрантском районе. И первый год мы набивали шишки самостоятельно, там где их можно было бы избежать. Плюс эмигрантского района заключается в том, что вы сразу обзаводитесь новыми знакомствами, и эти новые знакомства вам могут посоветовать, в какую школу пойти учиться, где найти подработку, в каком магазине покупать продукты, потому что там дешевле, в каком магазине покупать всякую мелочевку и так далее. Мы это упустили, и в эмигрантский район мы переехали только на следующий год. Очень важно поселиться в эмигрантском районе, и очень важно в нем не задержаться. Вторая наша ошибка заключалась в том, что когда мы открывали банковский счет, мы пошли в первое ближайшее отделение банка. Ошибка заключалась в том, что банковская система Канады, мне так кажется, во всяком случае на тот момент отличалась от банковской системы Украины. И как-то в Украине у нас все было связано с наличными деньгами, а здесь все связано с кредитными карточками. Короче, или менеджер плохо объяснял, или мы плохо понимали на французском, или все вместе, но в итоге мы не поняли, что такое сберегательный счет, что такое дебитный счет, ну что такое кредитная карта, мы как бы понимали, но как это все взаимодействует, мы в этом плавали. Так вот, если бы мы внимательно изучили, например, там группы в Фейсбуке, или на форуме пообщались, если бы мы на тот момент нашли русскоговорящего служащего банка, то было бы все намного проще. Человек бы на русском языке нам все объяснил, и мы бы избежали финансовых потерь, потому что мы не поняли, что такое сберегательный счет, и все покупки делались с него. В итоге банковские служащие, увидев то, что с нашего счета просто улетают деньги, потому что обслуживание этого счета более дорогое, начали нам звонить и объяснять, мы в итоге поняли нашу ошибку, но уже при этом потеряли порядка 200-300 долларов. Третья наша ошибка, это была покупка машины у консессионер, это по-французски, ну, как бы тут существуют такие а-ля малые предприятия, которые продают подержанные машины. Первую машину купили у частного лица, мы купили ее идеально, они просили 3,5 тысячи, и мы за 200-800 ее забрали, то есть это была идеальная сделка. К тому же, когда мы покупали у частного лица, мы с этим же мужчиной приехали, по-русски это ГАИ, да, а по-французски это SAC, мы приехали в САК, мы быстро оформили все документы и забрали нашу машину, то есть у нас проблем не было. Вторую машину мы очень долго искали, потому что хотели найти маленькую, не старую, но при этом по очень хорошей цене. В итоге мы нашли, нашли ее у черта на куличках, в 60 километрах от Монреаля. Мы туда поехали, мы ее посмотрели, вроде бы как она нам понравилась, но это был вот этот перекупщик-консессионер, и мы не знали, что когда покупаешь у консессионера, то платишь 15% налогов, ведь я теперь понимаю, что это логично, это же предприятие, ну, логично, тут везде платишь налоги, мы этого не знали. То есть представьте, да, 60 километров от Монреаля мы прокатились, плюс от той цены, которая вроде бы как наша, нас устраивала, нам добавили еще 15%, но это было не так страшно. Он нам выписал какие-то документы, и мы уехали в Монреаль для того, чтобы переоформлять машину на себя. Когда мы приехали в САК, оказалось, что у нас не хватает документов. Мы начали звонить нашему продавцу, и он нам начал рассказывать много-много историй, что вот он завтра приведет, послезавтра. В итоге мы целый месяц не могли получить свои документы, мы целый месяц не могли оформить на себя машину, и мы целый месяц были в подвешенном состоянии, куда мы только не обращались. Полиция этим не занимается, то есть полиция развела руки, сказала, это не наша проблема. Я звонила в общество по защите потребителей. Они сказали, что это предприятие у нас часто отчислится с такими проблемами. Ну что, ничего не можем вам помочь, ну там занимайтесь. В итоге прошел месяц, мы вызванивали с разных телефонов, он не брал трубки. Это был огромный стресс, поверьте мне. Отдал он нам эти документы, но чего нам это стоило? Поэтому при покупке машины нужно быть внимательным. В идеале, конечно, взять кого-то уже более опытного, но с собой, хотя бы для элементарных переговоров. Ну и будьте внимательны, что когда вы покупаете машину у консессионера, помните о том, что вы платите налоги, и о том, что у частного лица намного проще сбить цену, чем у подобных предприятий. Если вы еще не подписаны на мой канал, то под этим видео жмите на красную кнопку подписаться и на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну и последнее, о чем бы я хотела сказать, это учеба. Если вы только что приехали, и у вас язык на невысоком уровне, то отправляйтесь его повышать, то есть начинайте учить язык, учить в каких-то заведениях. Я не знаю, существуют ли сейчас оплачиваемые курсы французского языка, как были у нас, но существует огромное количество колледжев, университетов, где вы будете получать стипендию. Если у вас язык на хорошем уровне, то есть вы чувствуете, что вы можете работать, то обязательно убедитесь в том, что вам не нужно подтверждение квалификации, или не нужен, например, какой-нибудь канадский диплом. И очень важно не откладывать учебу, по принципу, вот сегодня поработаю полгодика, поработаю годик, поработаю, потом пойду учиться. Очень важно не откладывать учебу, потому что когда вы только приехали, вы для Канады малообеспеченные, а значит вы будете получать максимальную стипендию. Если не ошибаюсь, женщины получают чуть-чуть больше, потому что им начисляют еще деньги и на детей. Но в любом случае эта стипендия приравнивается примерно к минимальной зарплате. То есть для начала, пока у вас нет ипотеки, то есть кредита на недвижимость, кредит на машину, то есть у вас нет больших расходов. Вот эта стипендия плюс деньги, которые вы будете получать на детей, плюс всевозможные возвраты налогов, плюс возможная какая-то подработка, у главы семейства. С голоду, наверное, не умрете. Не будете шиковать, но и терпимо. И очень-очень важно во время учебы не идти работать. Ну вот как бы это смешно ни звучало. Сейчас объясню почему. Когда я училась в университете, я попала именно в тот год, когда была студенческая забастовка. И три месяца мы не учились, мы сидели дома. Да, мне начислялась стипендия, но мы сидели дома. И мне, бедненькой, нечем было заняться, мне было очень скучно. Я чувствовала, что вроде бы как я, как язык уходит, и больших доходов нет. То есть я не могла заниматься тем, чем я хочу, путешествовать, я не знаю, там ходить по фитнес-клубам. Были еще не те доходы. Я пошла работать. Я пошла работать на неполное время в магазин женской одежды. Конечно, это помогло мне развязать мой язык. Назовем это так. Я общалась с клиентами, сама говорила, слышала, прислушивалась ко всем произношениям. Уши привыкали, язык привыкал. Все было бы прекрасно, если бы когда я попросила, сделала запрос на следующую стипендию, а запрос на стипендию делается вроде бы на каждый триместр или раз в полгода, тут я брать не буду, но неважно, но два раза в год запрос на стипендию делаешь. Вот когда я сделала запрос на следующую стипендию, мне ее урезали, и урезали очень-очень сильно. То есть я думала, что у меня вот есть стипендия, я чуть-чуть подработаю, и это как-то повысит наш бюджет. В итоге мне урезали стипендию, и я уже была просто вынуждена работать. А когда я поступила в следующий университет уже по специальности, там была учеба намного сложнее, и мне уже было тяжело учиться и работать, потому что было очень-очень много домашнего задания, а стипендия уже была минимальная. И если называть это в цифрах, тут я могу ошибаться, значит максимальная стипендия была что-то в районе тысячи долларов. Первый раз мне ее уменьшили, она у меня была где-то примерно 600 долларов, а когда я уже пошла учиться по специальности, у меня стипендия была 300 долларов. Ну то есть понимаете, да, разброс цифр. Поэтому если вы пошли учиться, ну и вы получаете стипендию, то есть вы сделали запрос на стипендию, то я вам не рекомендую идти работать, потому что вы просто потеряете свою стипендию. А учиться, особенно по специальности, ну не всегда так просто, как кажется на первый взгляд. Ну вот и все, мои дорогие. Это те ошибки, которые мы сделали в первый год. Это то, что я вспомнила. Если вдруг я что-то еще вспомню, и мне будет что-то дополнить, я обязательно буду писать в комментариях, поэтому читайте комментарии. Ну, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, оставляйте свои отзывы в комментариях. Таким образом я буду понимать, что это видео было интересно, и мне есть смысл снимать следующее видео об эмиграции. Ну, а на сегодня все. Всем пока. Я вам желаю всего самого лучшего. И помните, самое главное, знать, чего хочешь. И все получится. Это правда. Всем пока.